Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ноги ближе. Немного согните ноги в коленях, чтобы взять штангу. Мы делаем это для того, чтобы избежать повышенной нагрузки в области поясницы. Таким образом, мы сможем выполнять упражнение в полную силу. Также будьте уверены, что вы прогнулись в пояснице, и ваша задница смотрит наружу. У вас должен быть прогиб. Не надо сгибаться. Помните о прогибе. Немного наклонитесь вперед, и тогда вся нагрузка достанется вашим широчайшим. Хват штанги на ширине плеч. Не слишком широко, иначе не добиться сокращения мышц. Не слишком узко, иначе вы работаете руками. Еще раз. Руки на ширине плеч. Обычно вы можете сделать вот так. Один палец. Это отличный способ для измерения. Не ошибетесь. Приступим. Подбородок вверх. Держим штангу свободно. Тянем к поясу. Смотрим прямо. Не надо смотреть вниз, иначе вы нагибаетесь и округляете спину. Тянем штангу к поясу. Вот сюда. Прямо к поясу. Если тянуть выше, вот сюда, вы работаете трапецией и плечами. Мы же прорабатываем спину. Еще раз. Это отличное упражнение. Согнули в коленях ноги. Подняли. Прогнулись в пояснице. Тянем к поясу. Это упражнение для спины и гипертрофии мышечных волокин. Теперь же я хочу показать вам пару упражнений в тренажерах. Вы должны знать, как правильно их использовать. Не думайте, что можете просто сесть на них и исполнять упражнения. Не все так просто. Ну что же, сделаем еще пару упражнений. Итак, это упражнение тяга гантели к поясу. Это распространенное упражнение, которое многие используют для проработки спины. Потому что это отличное упражнение для ваших широчайших. Оно формирует отличную форму вашей спины. И опять же, многие делают это упражнение неверно. Я покажу вам ключевые точки, которые позволят избежать ошибок. Поставьте согнутую в колени ногу на скамейку. Вторая нога на полу для равновесия. Упираемся рукой на скамейку. Дайте мышцам спины полностью растянуться. Не надо касаться пола. Тянем гантели к поясу. Так достаточно. Видите? Так достаточно. Если выше, то вы делаете что-то другое, но не спины. Мы работаем на спину. Будьте уверены. От правильного выполнения упражнения полностью зависит ваш результат. Еще раз. Вот так. Обратите внимание на мою спину. Не сгибайтесь. Спина прямая. Гантель внизу. Тянем. Прямо к поясу. Не к груди. Это включает трапецию. Тянем к поясу. Большие парни при увеличении рабочего веса делают упражнения не на скамейке. Делают вот так. И под тяжестью веса они сгибают колено. Не надо сгибать колено. Работайте вот так. Некоторые имеют проблемы с прогибом. Чтобы избежать этого, я обычно немного приподнимаю скамейку. Приподнимаем скамейку. Это заставляет вас немного прогнуться. Теперь вам сложнее скруглить спину. Теперь вы вынуждены иметь прогиб. В этом есть небольшой фокус, чтобы обеспечить прогиб и делать упражнение правильно. Это было отличное упражнение тяга гантели к поясу. На широчайшее. Следующее упражнение тяга блока за голову. Оно сделает вашу спину шире. Я показал вам упражнение на утолщение мышцы форму. А теперь проработаем на ширину. Сейчас я покажу вам тягу блока за голову. Это упражнение не заменит вам тягу штанги к поясу. Ведь это, пожалуй, лучшее упражнение для развития вашей спины. Тяга к поясу – это первое упражнение в моей жизни, лучшее, которое позволило развить мускулатуру спины и сделать ее широкой. Поэтому я рекомендую его вам. Но не всем под силу выполнить его правильно. Поэтому у нас есть альтернатива. Это просто альтернатива. Просто другое. С упражнением будьте осторожны. При выполнении есть определенные сложности. Потому что даже сидя, вы должны обеспечить прогиб в пояснице. Вот здесь. На протяжении выполнения всего упражнения. Что касается ширины хвата. Для мужчин хорошим будет широкий хват. Для женщин нет необходимости. Вот так достаточно. Ведь это упражнение на проработку спины. И таким образом нам удастся избежать распыления нагрузки и возможных травм. Для меня вот такой хват будет наиболее удобен. Достаточно широко. И теперь я покажу вам, как правильно выполнять это упражнение. Садимся. Прогиб в пояснице. Теперь тянем вниз. Ваши локти идут вниз первыми. Грудь вперед. Тянем до подбородка. До подбородка. Не надо делать так. И вот так. Наверное, худшее, что можно увидеть, это вот такое исполнение. Не знаю, что это. Может быть работа на ягодице. Я не знаю. Мы работаем на спину. Поэтому туловище надо держать вертикально. Грудь вперед. Тянем. Пиковое сокращение. Обратите внимание на мои локти. Они идут вниз настолько, насколько это возможно. Вот на чем я концентрируюсь. Пиковое сокращение. Пиковое сокращение. Еще раз рассмотрим это упражнение. Тянем вот до этой точки. Обратите внимание на движение локтей вниз. Вниз настолько, насколько это возможно. На лидирующее движение локтей вниз в этом упражнении. Положение локтей является ключевым. Так же, как и при выполнении других важных упражнений. Локти идут вниз. Вы напрягаете спину. И еще одна вещь, о которой я всегда говорю. Контролируйте движение. Контролируйте вес. Не позволяйте весу контролировать вас. Не надо делать вот таким образом. Тянуть, а затем бросать. Это неправильно. Возможно, этот вес для вас слишком велик. Контролируйте движение снизу до самого верха. Мышцы напряжены. Постоянное напряжение мышц спины. Это упражнение хорошо подходит для развития широкой спины. Теперь делаем несколько упражнений на руки. Они многим нравятся. Сделаем руки. Давайте посмотрим, чем же мы можем похвастаться перед девчонками. Проработаем этот пик. Но прежде чем мы приступим к бицепсу, вашему любимому, начнем с трицепса.